Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Doktor. Мы продолжаем изучать язык JavaScript и сегодня продолжаем заниматься массивами и числами. Я хочу вам показать две таких возможности, две, скажем, функции для работы с числами. И потом мы сделаем такую простенькую программу, используя изученный материал именно уже на практике. Смотрите, у нас есть такая возможность, как случайный выбор. То есть мы можем выбирать случайные числа таким образом. Записываем mat random, открываем скобки, закрываем их и ставим точкой запятой. Нажимаем Enter. Мы видим вот такое число. Если мы еще раз это вызовем, получаем какое-то другое число. И так далее. Вы видите, число у нас от нуля до единицы. То есть единицы оно никогда быть не может, а находится в этом диапазоне. Вот такое вот большое число. Но, тем не менее, пока что мы с ним не можем работать, например, использовать его в качестве индекса массива. А что нам для этого еще нужно? Нам нужен метод, который позволяет округлять числа. И такой метод это mat floor. Фигурные скобки. И внутри мы записываем число. Также мы можем записать здесь сразу же mat random. Вот таким вот образом. Здесь у нас точка запятой не нужна. Смотрите, что мы получили сейчас. Ноль. Еще раз попробуем. Вы видите, что у нас получается в любом случае число ноль, так как оно округляется именно вниз. То есть оно отбрасывает все, что после запятой. И таким образом мы никогда не получим число больше нуля. Для того, чтобы нам получить число больше нуля, нам нужно вот здесь умножить на какое-либо число. Например, вы хотите получать случайное число от нуля до десяти. То умножаете на десять. И смотрите, что мы получаем. Число семь. Еще раз число пять. Два. Два. Семь. Ноль. И так далее. Случайным образом числа в диапазоне от нуля до десяти. Это у нас два таких вот метода. Mat random и mat floor, которые могут работать вместе. Число здесь умножающееся на данное значение. Это у нас коэффициент. Можем указывать его любой, для того, чтобы увеличить наше число. И теперь смотрите, что мы сделаем за программку. Чтобы было нагляднее и понятнее. Давайте создадим массив. Массив называется у нас фразы. Сделаем вот таким вот образом. И напишем здесь. Звучит неплохо. Дальше у нас будет. Да. Это определенно. Надо сделать. Не думаю, что это хорошая идея. Может не сегодня. И последнее у нас будет. Компьютер говорит нет. Закрываем нашу скобку. Ставим точку запятой. И нажимаем Enter. Вот такой вот у нас массив сейчас. Зачем мы его создали? Сейчас вы поймете. Давайте зададим вопрос. И напишем здесь. Стоит ли мне учить Ruby? Не важно какой вы вопрос зададите. Самому себе или же программе. Важно увидеть каков будет результат. Смотрите. Мы берем наш массив. Фразис. В квадратных скобках мы записываем. Мэт. Флур. Теперь мы записываем. Мэт. Рандом. Умножить. На. Такое значение. Здесь мы умножали на число. Сейчас я предлагаю вам умножить на. Смотрите. Какое значение. Фразис. Точка. Лент. То есть на длину массива. Для того чтобы нам здесь не указывать число вручную. Оно само будет автоматически. Смотреть длину массива. И здесь умножать на это число. Это и будет наш коэффициент. Рандомное число умножается на наш коэффициент. Длину массива. И округляется. До. Целого числа. Записали таким вот образом. И здесь ставим точку запятой. Нажимаем Enter. Здесь допущена небольшая ошибочка. У нас сейчас ничего не произошло. Смотрите. Мы здесь забыли круглые скобки поставить. Конечно же. И теперь все правильно. Нажимаем Enter. Смотрим. Мы получаем ответ. Может не сегодня. Ответ выбирается случайным образом. Из нашего массива. Конечно же. Это. Это в жизни малоприменимая программа. Но тем не менее. Пример такой довольно практический. А не просто. Мы рассмотрели какой-то набор функций и методов. И смотрите. Если мы сделаем то же самое. Но зададим другой вопрос. Какой мы получим ответ. Мне пора идти на работу. Нажимаем Enter. Не думаю. Что это хорошая идея. Конечно же. Не стоит прислушиваться. Ко всем этим нашим ответам. Так как это довольно рандомно. Но тем не менее. Довольно забавная получилась программа. И мы посмотрели. Как мы можем использовать. Массив. Округление чисел. Рандомные числа. Извлекать длину массива. И брать нужный нам элемент. С помощью квадратных скобок. То есть указывая его индекс. Вы видите. Довольно большая у нас такая получилась фраза. Выражение. С помощью которой мы. Единственное что делаем. Это извлекаем один случайный элемент массива. Но это очень важное знание. С массивами работать мы будем постоянно. В программировании это одна из самых основных областей. Поэтому уделите этому достаточное время. Чтобы хорошо с этой темой разобраться. Ну а на этом у меня все. Не забывайте поддерживать канал лайком и подпиской. Максимальный репост также приветствуется. Пишите комментарии под этим видео. Задавайте свои вопросы. И обязательно переходите к следующему видео на этом канале. Спасибо за внимание. И до скорых встреч.